Традиционно представители крылатой пехоты отмечают праздник и на площади Маргелова. Здесь они собираются, чтобы увидеться с друзьями, поздравить сослуживцев, прокатиться кортежем на ретроавтомобилях и почтить память павших товарищей. В этом году День ВДВ вновь проходит отдельно от Дня города, именно 2 августа. Я считаю, что нельзя совмещать, это отдельный праздник. Он должен отмечаться так, как сейчас он отмечается. Должны присутствовать те люди, которые болеют душой за ВДВ. Мне однажды задали вопрос и сказали, что такое десантное братство. Я думаю, у всех десантников есть один отец, Василий Филиппович Маргелов. И мы все его сыновья, и поэтому вот это нас объединяет. Среди собравшихся есть настоящие ветераны ВДВ. Василий Лыков служил, затем преподавал в войсках и в Рязанском училище ВДВ. Он отметил, что десантные войска сейчас развиваются во всех сферах. Собственно, по технике ВДВ, это так называемая ракушка. Это новый бронетранспортер или боевая машина десанта. Учебно-материальная база, конечно, здорово. Особенно взять вот этот селецкий наш учебный центр в Сельцах. Это там целый комплекс, город. Там от парашютистов-десантников до подводников готовят. Так что в этом плане жизнь идет. Так что России есть чем за себя постоять. Далее все собравшиеся отправились в путь до авиабазы Дягилева на ретроавтомобилях. Это американский «Виллес», который был реконструирован Валерием Москвитиным, капитаном ВВС в отставке. Еще одна машина, восстановленный ГАЗ 63-го года. Два года восстанавливался, сейчас выглядит как новенький. У этой машины есть своя история. Машина служила в десантных войсках. Это машина маркировки ГАЗ-69, аббревиатура РХ. Это бывшая связь. Здесь раньше стояли станции, осуществлялась связь. Андрей, как и Валерий Москвитин, занимается реставрацией старинных автомобилей. Они по кусочкам собирают машины, находя старинные чертежи, чтобы современное поколение, в том числе и дети, смогли не только увидеть машины, но и прокатиться на них. По пути до Дягилева все три ретроавтомобиля, передвигавшиеся кортежем, приносили массу эмоций окружающим. Отобрительные сигналы проезжавших мимо машин и фразы «Слава ВДВ» раздавались со всех сторон. Друг мой, полетной части по авиации, летал вот именно на этом самолете, Ту-16, бомбардировщик, в качестве штурмана, он штурман был, капитан, Володя Герасимов. Они фотографировали Чернобыльскую аварию. Но им не сказали, что там радиация очень сильная. На низкой высоте летали, много раз летали, раз, два или три, четыре фотографировали. Именно этот самолет теперь стоит в Рязани, а десантники подчеркивают свою неразрывную связь с ВВС. Без них ВДВ, конечно, проблематично. Поэтому мы и чтим тоже ВВС, без них никуда. На этом тур по городу, конечно, не завершился. И наши десантники отправились дальше посещать памятные места. Поздравляем всю Россию с праздником из столицы ВДВ. Слава ВДВ! Гип-гип! Ура! Ура! Ура!